Есть три основных способа общения с Богом. Это молитва, чтение и пение духовных песен. Если мы желаем духовно расти и иметь силу для противостояния греху, то нам как минимум необходимы вот несколько из них, два из них. Это молитва и размышления над Словом Божьим. И не все, конечно, умеют петь. Псалмы Давида, они были предназначены для служения в храме и во время служения при Скинии. Тем не менее, до того, как еще было установлено вот это пение, Давид уже стал писать их. И позже эти псалмы, которые он писал, они стали практиковаться. И на примере некоторых псалмов мы посмотрим, как Давид общался с Богом. В качестве основного текста мы возьмем сегодня 62-й псалом, 63-й в английской Библии, прочитаем его. Псалом Давида. Когда он был в пустыне иудейской, Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, земля пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю Тебя на постели моей, размышляю Тебе в ночные стражи. Потому что Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. И сразят их силу и меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. Мы сегодня поговорим более пространно о молитве, как средстве общения с Богом, и размышления над Писанием также. То есть, основная тема этой проповеди – о пользе ежедневного общения с Богом. Посмотрите, Псалом начинается с представления, кто был автором этого Псалма. Просто написано «Псалом Давида». Да, очень просто. Мы знаем, что Давид был автором, как по крайней мере, 73 Псалмов из 150, которые находятся в книге «Псалтырь». Давид был младшим сыном в семье Иесея из небольшого городка Вифлеем, недалеко от Иерусалима. И в его семье все были пастухами, поэтому он тоже занимался этим. После его помазания, примерно в 15 лет, примерно предполагают, Самуилом на царство. Его стал преследовать позже уже, когда уже после победы над Голиафом, стал преследовать царь Саул. И около семи, может быть, десяти лет он скрывался, убегал. То есть, вот эти ранние. И Соломону по пророчеству от Бога должно было быть следующим царем в Израиле. Но у Давида было около 20 детей и несколько сыновей, которые были по старшинству. Они как бы им принадлежало право первенства. И один из них по имени Авесолом, он был очень красивым, очень талантливым. И он решил стать царем вместо своего стареющего уже отца. Он был очень амбициозным, дерзким, коварным человеком. Он вставал рано утром, он встречал людей, которые шли к царю на прием. Он встречал их вежливо, целовал их, обнимал их. И, естественно, к царю люди шли для того, чтобы разрешить какие-то вопросы. И он говорил, у царя царь занят, ему уже 65 лет, он уже в годах, и некому рассмотреть там вашу просьбу. И так, между прочим, вздыхая, добавлял. Вот если бы я был царем, я бы решал эти проблемы. И написано, что в течение этого периода, который к тому времени, к 65 годам, возможно, около 4 лет Авесолом занимался тем, что, как написано, он что делал? Вы помните, он вкрадывался в сердца израильтян. То есть, как хитрый политик, который на предвыборной кампании обещает no more taxes, read my lips, no more taxes. Слышали это известное выражение, да? Но потом его не выполняет, естественно. Точно так же этим занимался и Авесолом. В конце концов, он составил заговор, и очень сильный заговор он склонил на свою сторону первосвященника, военачальника, других людей влиятельных, советников царя. И около 80% Израиля, они пошли на сторону Авесолома, а Давид вынужден был бежать из Иерусалима с теми людьми, которые остались ему верными. И об этом говорит вот вторая часть первого стиха, когда он был в пустыне Иудейской. Когда он был в пустыне Иудейской. Первый раз он скрывался в пустыне Иудейской от царя Саула. В пустыне Зив, помните, он скрывался там и в других местах, Ингади, недалеко от Мертвого моря. Скорее всего, мы предполагаем, опять-таки, не утверждая, хотя некоторые богословы считают, что это все-таки речь идет о первом бегстве царя в пустыню. Скорее всего, почему, на основе чего? Потому что 12 стих в этом псалме говорит, царь же возвеселится о Боге. То есть, Давид говорит, что я царь, я возвеселюсь о Боге. То есть, он говорит не о том, что я в будущем буду царь, но я царь уже. То есть, несмотря на то, что происходит, царь возвеселится о Боге. Как я сказал уже, Давиду на момент восстания Весолома было примерно 65 лет. А сколько он всего жил? 70 лет. То есть, представляете, какой период жизни у него был. Нелегкий период жизни. Никому не хотелось бы в 65 лет бегать от собственного сына. Босиком уходить из Иерусалима. Мятеж, угроза жизни и так далее. И он уходит из Иерусалима для того, чтобы Иерусалим не был разрушен. И для того, чтобы узнать, как складывается ситуация там в Иерусалиме, он еще немножко, во второй книге Сарф, 15 глава, 28 стих написано, что он еще остается некоторое время на равнине в пустыне. Возможно, в это время, он и пишет Весолом, мы не знаем, может быть, несколько позже. Он говорит, видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. Позже пришло известие. Помните, какое известие пришло? Известие пришло о том, что есть совет, совет Ахитофела, собрать такую ударную группу из 10 тысяч человек, настигнуть тебя, поэтому скрывайся, царь. Царь переходит Иордан на другую сторону и скрывается в районе города Манахим, примерно в 80 километрах от Иерусалима. И там он живет около двух лет примерно. Примерно предполагает, что вот это противостояние еще до похода Весолома на своего отца Давида было около двух лет. В это время Весолом царствует над Израилем, и примерно 80% государства, они признают Весолома своим царем. Он собирает силу, он готовится к тому, чтобы в конце концов вот поразить своего отца собственного. Знаете, можно было бы найти сотни причин, чтобы не писать этот псалом. Но Давид сам по вдохновению от Духа Святого, он, знаете, изливал свои желания. То есть вы могли бы сказать, ну у меня такое трудное время, я тут убегаю, у меня тут рядом нету под рукой вот прибора такого, чтобы записывать все это, да. Такие переживания у меня. Я в бегах. Бывает, вы куда-то переехали, приехали в другой дом, да. Вот я смотрю, некоторые гости у нас. Вы в новом другом доме уже не знаете даже где-то. Или переехали на другое место, как одна сестра, говорит, уже в годах на этой неделе сказала, я бы не хотел никуда переезжать с моего дома. Я уже знаю, где что лежит, да. А уже в другое место, уже, ну, трудно. А тем более, если человек в бегстве, в мятеже. Ну, совсем не время для того, чтобы писать псалмы. Но, тем не менее, мы видим, что Давид изливает свои желания перед Богом. И сегодня мы можем видеть, какие были его отношения с Богом. Мы видим, что он искал общение с Богом. Посмотрите на второй стих. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя. В земле пустой и сохшей и безводной». Скажите, сегодня, когда вы проснулись, о чем вы подумали в первую очередь? Я когда, помню, на разборе с молодежью так пытался эту тему как-то поднять и говорить, молодежь, ну, вот вы утром проснулись. Он говорит, дядя Гена, поспать еще хочется. Вот, откровенно говоря. Ну, сегодня же воскресенье. Сегодня вы проснулись, наверное, позже. Прошло какое-то время. Какие ваши мысли первые были? Кому-то захотелось поесть, наверное, да, кто помоложе. А кто-то, быть может, думал о Боге. Кто-то думал о том, чтобы... Как хотелось бы в это утро искать Бога, приближаться к Нему. Вот Давид, несмотря на то, что у него такая трудная ситуация жизненная, несмотря на то, что он находится в неблагоприятных условиях, он просыпается утром, и он говорит, Боже, я Тебя ищу. Тебя ищу я в это утро. Вот все желания моей души, они направлены к Тебе. Моя душа, она буквально вот томится, она стремится к Тебе. Мы видим, что он стремится к Богу. Если мы вот в этой утренней молитве не показываем наше стремление к Богу, если мы не укрепляем и не развиваем свои отношения с Богом, то можно ли говорить о том, что наши отношения с Богом близкие? Прежде всего, посмотрите, он провозглашает суверенитет Бога здесь. Он говорит, что Боже, Ты что? Ты Бог мой. Значит, первое, что он делает, он провозглашает, Ты мой Бог. Сегодня мы с молодыми людьми рассуждали перед собранием, да мы говорили, вот Бог является Творцом. Что это для вас означает, что Бог является Творцом? Да, один молодой человек сказал, He is my master. Он мой Господин. Если он Творец, он Господин. Я его спросил, ты когда-нибудь что-нибудь в своей жизни делал? Ну да, лодочку сделал. Вот что лодочка по отношению к тебе могла бы сказать? Ведь лодочка полностью зависит от того, какой ты ей сделал, что ты с ней можешь сделать. Лодочка понимает, что она полностью зависит от тебя. Ты мог бы ее выкинуть, ты мог бы ее переделать, ты мог бы ее поломать, ты мог бы ее сжечь, ты мог бы ее еще лучше сделать, прекраснее. Ты создал эту лодочку, Бог нас создал. И мы нуждаемся в нашем Творце, нуждаемся в Нем каждый день. Посмотрите, в 45-м Салме сказано, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Остановитесь и познайте, я Бог. Вот в тех заботах, переживаниях, каждодневной суете, когда мы утром просыпаемся и в первую очередь думаем о каких-то новых проектах, о чем-то, Бог говорит, остановитесь, остановитесь и познайте, я Бог. Я тот, который решает все эти ваши проблемы. Я тот, в руке которого ваша жизнь, дыхание ваше. Вы просыпаетесь и думаете непонятно о чем, а нужно думать обо мне. Остановитесь, познайте, я Бог. Я ваш Бог, я ваш Создатель, я Творец. Сейчас мы иногда думаем, что своими силами или там переживаниями какими-то мы можем решить какую-то проблему в нашей жизни. Создалась проблема, мы начинаем напрягаться, да. Это может быть или какие-то заботы, или какое-то давление внешнее или внутреннее. Но мы должны всегда помнить, что мы имеем Бога. Он наш Бог. И этим все сказано. Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Нет такой личности, которая могла бы оказать воле всемогущего Бога. Нет такой силы, которая с успехом могла бы Ему противостоять. И об этом говорит Давид. И чем больше мы осознаем величие Бога в нашей жизни, тем больше нас будет влекти к Нему, притягивать к Нему. Посмотрите, Он говорит. Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Посмотрите, Давид не ищет того, чтобы Бог поскорее решил его проблемы. Давид не ищет того, чтобы каким-то образом Бог ему подсказал, слушай, вот тут сделали другое. Нет, он ищет Бога. Бог является для него приоритетом номер один. Бог. Тебя от ранней зари ищу я. То есть нет никакой задачи в этом мне более важнее, чем общение с Богом для Давида. И он не просто, знаете, молится, молится для галочки. Да, я сегодня утром молился. Господи, благодарю за эту ночь, благослови на этот день. Нет, он ищет взаимоотношений с Богом. Это не обрядовая молитва. Он жаждет Бога, как пустынная земля. Вот долгое время, когда не было у нас дождя, вы знаете, когда поливаешь что-то в огороде, ты смотришь, льется, 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 и куда оно все уходит? И он говорит, вот моя душа, она как жаждущая земля. Посмотрите, даже его тело стремится к Богу. Он говорит, и тело мое томится по тебе. Его душа и его тело. Тело, душа поднимает его физическое тело в ранние утренние часы. То, что происходит в нашей душе, то и влечет наше тело. И если наша душа радуется, и тело в порядке. Если душа тоскует, и наше тело тоже находится в таком переживании. А тело болит. В данном случае Давид показывает, что он всем своим естеством устремлен к Богу. И его душа, она идет впереди, а тело следует за ним. Оно подчиняется его душе. Оно тоже томится в поклонении Бога. Оно тоже устремлено к Богу. Слово томиться буквально означает стремиться, страстно желать. Он ищет Бога от ранней зари. Он царь, у него много дел, у него много переживаний. Он в тот момент находится, когда он скрывается, когда он в гонении находится. Но он понимает, что утреннее время – это время, когда меньше всего забот, когда его никто не отвлекает. Это лучшее время для того, чтобы провести в общении с Богом. С Богом, который для него является высшим приоритетом его жизни. Кто-то может сказать, ну я и так рано встаю утром. Да? Я и так не высыпаюсь. Ложитесь вовремя вечером. А другой вопрос. Представьте себе, что если вы встаете, к примеру, в 6, а если вы встаете в 5.30, то за эти полчаса кто-то вам платил бы тысячу долларов. Умножили? Да? За полчаса вы встали бы за тысячу долларов раньше? Аминь. Правильно, спасибо. Даже разговору нет. Вот так, как солдатики. Ничего себе. Да какой там за тысячу? За сотку встали бы. Да? Если деньги, которые могут поднять нас на полчаса раньше, то неужели жажда к Богу, поклонения Ему, она менее важная в нашей жизни? То есть это говорит о том, что для нас важнее. Если главным мотиватором для человека, ведь мы встаем для чего? Чтобы работать, чтобы зарабатывать деньги. Главным мотиватором являются деньги, то не важнее ли Бог, который все создал и от которого буквально все зависит в нашей жизни? Пока что-то другое, чем Бог, будет являться более важной ценностью для нас, то соответственно тому мы в первую очередь будем уделять время и внимание своей жизни. Ценности они двигают нами, они заставляют нас напрягаться, они заставляют нас раньше вставать, прилагать усилия, переживать за них, проделывать огромные расстояния. Братья наши иногда за неделю по пять, по шесть тысяч километров проделывают. Почему? Это необходимо для того, чтобы зарабатывать. Мы посвящаем свое время, силы ради каких-то ценностей. Если Бог не на словах, а на деле является нашей главной ценностью, ответьте на вопрос, простой очень вопрос. Проводите ли вы утреннее время молитвенно с Ним? Проводите ли вы вообще в течение дня время молитвенное с Богом, которое является главной ценностью для нас в нашей жизни? Для Давида нет ничего более важного, чем Бог. Поэтому он ищет общение с Богом. В первую очередь его взор устремлен к Богу. «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Он понимает, что Бог – это самое главное. С Ним важно общаться каждый день. Христос сказал ученикам на горной проповеди Матфея 6.33 «Ищите же прежде Царствие Божие, и это все приложится к вам». Интересно, правда? Мы часто очень берем все это, ставим на первое место, а Царствие Божие и Бога на второе место. И думаем о том, что этим самым мы чего-то достигнем. Не достигнем, братья и сестры. Абсолютно нет. Это незыблемый духовный принцип. Как только мы его нарушаем, мы терпим поражение в нашей жизни. И бесполезно что-то перестраивать, делать какую-то структуру, какую-то организацию и так далее. Ищите Бога каждый день. Находите время для того, чтобы общаться с Ним. В этом ключ успеха нашей духовной жизни. Проводите время с Ним. В первую очередь, прежде написано. «Seek first» в английском написано. Как только мы меняем эти приоритеты, то все остальное не прилагается, а наоборот. Оно начинает заворачивать круговорот нашей жизни настолько, что нам уже некогда вздохнуть, не говоря уже об общении с Богом. Мы можем постоянно придумать отговорки какие-то, для того, чтобы оправдать себя, говорить, у меня нет времени, я занят и так далее. У нас всегда будут появляться более срочные и более важные дела, чем искание Божьего Царства. Но этот духовный закон будет приносить нам благословение только тогда, когда мы поставим все вещи в нашей жизни на соответствующие места. Еще раз повторю, у нас всегда будут появляться более срочные и более важные дела, чем искание Царства Божьего. Но этот духовный закон будет приносить нам благословение только тогда, когда мы поставим все вещи в нашей жизни на соответствующие им места. Задайте вопрос, что в моей жизни занимает первое место? Ищу ли я Бога каждый день? И точно так же, как дерево не может приносить плода в сухой и каменистой земле без воды, так и в нашей жизни не может быть успешной, благословенной жизни, если мы не питаем свою душу ежедневным общением с Богом. Или мы будем насыщать свою душу общением с Богом и приносить плоды для Его славы, или же она будет подобна сухой, бесплодной земле. Это наш выбор. Этот выбор мы делаем каждый день. Давид писал в другом псалме о своей жажде общения с Богом, Псалом 142, 6. «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе я возношу душу. Его душа жаждет Бога, он ищет близкого общения, он сознает свою полную зависимость от Бога». Посмотрите, 41-й псалом, 2-й стих. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Братья и сестры, являться пред лицо Божие не нужно раз в неделю, в воскресенье. Являться пред лицо Божие нужно каждый день. Являться пред Его лицо. Приходить в Его присутствие, в общение с Богом. Итак, молитва является средством общения с Богом. Мы видим, что это псалом Давида. Мы видим, что он был в пустыне Иудейск в это время. Он искал общение с Богом. Следующее. «Он хочет видеть силу и славу Бога». Третий стих говорит об этом. «Он хочет видеть силу и славу Бога». 62-3. «Он хочет видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Что означают эти слова? Видеть Бога. Это значит, верой он хочет войти в присутствие Бога. Он хочет увидеть невидимое. Что такое вера? Вера же осуществление ожидаемой. Уверенность в чем? В невидимом. Ведь, становясь на колени, мы же не видим Бога. Кто-то из нас видит Бога, когда становимся на колени? Нет. Но мы молимся Богу. Мы осознаем, мы видим Его веры сердечными глазами. Мы понимаем, что мы не просто произносим слова или даже мысли. Мы понимаем, что Бог видит нас. Мы предстаем, мы являемся пред Его лицом. Мы видим Его. Мы поклоняемся Ему. Мы соприкасаемся с Ним. Мы наслаждаемся общением с Ним. И у Давида мы видим, есть вот прошлый опыт поклонения Богу. Во святилище. Буквально это слово означает святое место. В святом месте. Оно может быть или рядом в скине, где-то он поклонялся Богу. Он любил это. Или же где-то дома. Теперь он находится в пустыне. Но желание видеть Бога остается точно таким же. Посмотрите, неблагоприятные обстоятельства не меняют его желание общаться с Богом. Ой, я был на курорте, отдыхал. Ну куда же там было вообще общаться с Богом? Да? С утра рыбалка, вечером и друзья и так далее. Да? Не до этого было. Или же у меня такие вот, такая работа, что вообще график весь сбит и так далее. Наладь свои отношения с Богом и наладится график работы. Он не говорит, что теперь у него нет возможности, как это было в Иерусалиме. Наоборот, он жаждет Бога точно так же, как это было и в святом месте, на котором поклонялся Богу. Помните, Давид был инициатором того, чтобы ковчег Завета перенесли в Иерусалим. И для того, чтобы в Иерусалиме построили еще одну скинью. Для того, чтобы это место поклонения было рядом, недалеко от дворца. Не где-то далеко в Селоме, а прямо рядом. Он жаждал этого, он стремился. Помните, когда переносили ковчег? Он там прыгал, радовался очень, ликовал, ковчег несут. Вот здесь буду поклоняться Богу. Вот это желание. Помните, как Давида назвал сам Бог? Это муж по сердцу моему. Он жаждет меня, поклонения. Это не просто обряд для него. Он ищет общение со мной. Его сердце, оно стремится ко мне. Это Давиду пришло на ум построить храм. Ведь никто до этого не думал про храм. Его сердце, оно жаждет каким-то образом угодить Богу. Оно, знаете, инновационное сердце. Оно ищет чего-то в своей жизни. Что я могу улучшить в моей жизни в отношениях с Богом? Храм построю. Вау! А Бог говорит, да никому до этого в сердце не приходило. Ну ты вот особенный, Давид, такой. Мы понимаем, что и Бог это даже посылает такое желание. От него происходит это. Давид пишет в 26-м псалме, 4-й стих. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господнюю и посещать храм его. Посмотрите, какие слова. Давид, он не просто, знаете, приходит поклониться в Скинию. Нет. Он приходит туда для того, чтобы созерцать красоту Господнюю. Эта фраза может означать смотреть на Божью красоту, или же на Божье благоволение, или же на Его благодать. Задумайтесь на Божьей благодать. Бог спас нас во Христе, и мы ничего не сделали для того, чтобы Он нас спас. Он спас нас тогда, Он умер за нас тогда, Писание говорит, когда мы были еще грешниками. И в определенное время Он умер за нечестивых, написано. Можно найти тысячи недостатков, когда мы приходим на служение, или же когда мы приходим в храм. Представьте себе, мне разный опыт приходилось, когда приходили в храмы какие-то. Можно замечать неискренность у людей, можно замечать отсутствие ревности у некоторых людей. Вот я так стараюсь, вот я так служу, значит, да. А вот кто-то вот такой равнодушный пришел, опоздал на 30 минут, и потом ушел, и ему делать до этого нету. Можно это делать, да. Но посмотрите, мы несовершенные, мы можем замечать людей также с огрешением и ошибкой. Но Давид, он увлечен вот именно Богом. Он не смотрит даже на видимую сторону поклонения. Его интересует красота Господня, его милость по отношению к Нему. Его благоволение, его благодать. Я хочу созерцать эту красоту Господнюю. Я хочу наслаждаться от рассматривания этих качеств Бога, Его характера. Я хочу видеть силу Его и славу Его. Он хочет видеть. Ему недостаточно только слышать. Он хочет видеть лицо Бога. Он хочет иметь с Ним более близкие отношения. Конечно же, это происходит через веру, мы понимаем. Он хочет восторгаться. И мы понимаем, что это не двухминутная молитва или неминутная молитва. Господи, благодарю за эту ночь, благослови на этот день. Нет. Он размышляет о Боге, о Его славе, о Его величии. Его душа приходит в восторг. Псалом 5, 2 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой, Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Того и буду ожидать». Слово «предстану» буквально означает «приводить в порядок», «приготовлять». В английском посмотрите. «I will order my prayer» написано. Да? То есть, я наведу порядок в своей молитвенной жизни. Я предстану. Я вот молитву мою, я поставлю в порядок в своей жизни. Я рано встану. Я предстану пред Тобой. Я не просто так, знаете, я приготовлюсь к этому. Помните, как Христос говорил? «Войди в комнату твою, затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне. Приди в это осознание присутствия Бога. Приди в осознание необходимости поклонения Богу в это утро». Здесь также он говорит «Рано пристану пред Тобой, буду ожидать». Он не торопится. Он ждет. Он ждет, когда его душа войдет в соприкосновение с Богом. Слово «ожидать» означает «сторожить», «наблюдать», «надзирать», «подстерегать». Его использует пророк Аввакум, когда он жалуется Богу о ситуации, которая происходит. И после этого Аввакума 2.1 написано «На стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал». То же самое слово «наблюдал», чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Порок жалуется Богу и ждет ответ. Он ждет на страже, стоит в молитвенном ожидании. Интересно, что именно в этом ответе, далее 2 глава Аввакума 4 стих, там Бог ему отвечает. И он дает знаменитые слова, которые позже цитирует апостол Павел в послании к римлянам уже. 1 глава 17 стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру, когда он говорит о Евангелии. В нем в Евангелии открывается. Как написано, где написано у пророка Аввакума 2 глава 4 стих. «Праведный верою жив будет». Он ожидал от Бога, он ждал от Бога. Он жалуется, но тем не менее он ждет. Господи, что ты ответишь? Он говорит, душа надменная не насытится, а праведный верою жив будет. Бог не будет разговаривать с тем человеком, у которого нет времени выслушать его. Бог не будет разговаривать с тем человеком, у которого нет времени его выслушать. У кого нет времени пообщаться с ним. Бог через Давида высказывает свое желание в Псалом 26, 8. «Сердце мое говорит от тебя, как бы от лица Бога. Как бы Бог говорит, и Давид сердцем чувствует это желание Бога. Бог говорит, ищите лица моего». Для чего нас Бог создал, братья и сестры? Для отношений с Ним. Для того, чтобы мы имели с Ним отношения. «И вот сердце мое говорит от твоего лица, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи, он говорит. Я буду». В ответ на это я буду искать твоего лица. Искать лица – это значит приближаться к Богу. Внимательно посмотреть Него. Это не поверхностное приветствие. «Здравствуйте, как дела? Ещё не выслушал. До свидания». Как тут в Америке. «How are you doing? Bad? Good?» Сколько раз я ловил на этом мысли? «Did you find anything? Did you find everything okay? No? Good?» Вы поймаете себя на мысли в магазине, на кассе. Сколько раз я говорил. Потом человек стоит, 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 думает, потом говорит. «Что, что, что?» Я так всегда делаю для того, чтобы завести разговор с кассиром о Боге, что-то сказать о Боге, да, каким-то образом, и дать ему там миллион долларов, эти трактат такой библейский, да. Итак, Бог не будет разговаривать с тем человеком, у которого нет времени выслушать Его, у которого нет времени для того, чтобы пообщаться с Ним. Нужно искать лица Бога. Когда мы ищем лица Бога, как бы мы приближаемся, мы познаём Его характер, да. Бог, мы понимаем, рассматриваем качество Его характера молитвенно. Мы становимся на колени и утром в первую очередь размышляем о Боге. Мы направляем и думаем о качествах Его характера. Он милостивый, он благой, он добрый, он любящий, он прощающий, он долготерпеливый, он справедливый, он сострадательный, он праведный, он святой, он непревзойдённый, вездесущий, всесильный, славный, вечный, неисследимый, безначальный и бесконечный. Он говорит дальше, в третьем стихе, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Как нам практически, братья и сёстры, может помочь вот это размышление молитвенное, к примеру, над силой Бога? Как нам практически может помочь молитвенное размышление утреннее над силой Бога? Если Бог всемогущий, следовательно, нет такой проблемы, которую невозможно было бы решить в моей жизни. А это мой Бог! Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу! И мы начинаем размышлять о качестве Льохара, а Ты же всемогущий! А у меня такая проблема, аж голова трескается. Но Ты всемогущий, Тебя я ищу! И для Тебя нет проблем, которые Ты не можешь разрешить! Ты можешь делать чудеса! Ты можешь провести меня через эти трудности, которые кажутся для меня таким проблемой. Когда человек хочет видеть славу Бога, это говорит о его отношениях с Богом. Помните, Моисей? Это близкий, Бог разговаривал с ним, помните как? Лицом к лицу написано. Что значит лицом к лицу? Близкие отношения. И он говорил мне, он, помните, сказал, что Богу он сказал? «Хочу видеть славу Твою! Хочу еще быть ближе к Тебе! Хочу еще быть в более близких отношениях!» Помните, Стефан перед своей мучительной смертью, Бог ему открывает свою славу! Христос ему открывает славу! Апостол Павел призывает верующих смотреть на славу Господню, потому что в ней есть преображающая сила. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, когда мы смотрим, созерцаем славу Господню, красоту Господню созерцаем, мы преображаемся в тот же образ Божий. Происходит это преображение. Слава Божия имеет силу преображать наши души бессмертные, наш характер, преображать его в образ Христа. Если Бог любящий, если Бог милующий, если это мой Бог, Он меня никогда не обидит. Он никогда не сделает мне то, что принесет моей душе вред. Я запомнил на всю свою жизнь слова нашего пастыря. Очень давно, лет, наверное, 40 назад мы с ним беседовали, мы с ним были близкие друзья, хотя у нас разница 30 лет. Я помню, когда мы говорили о какой-то трудной ситуации в его жизни, вот рассуждали, я помню эти слова. Он сказал, Бог меня не обидит. И он его не обидел. Братья и сестры, Давид говорит, я был молод, состарился и никогда не видел праведника, ходящего, просящего хлеба. Бог не обидит того человека, который ищет близких отношений с ним. Он благословит жизнь такого человека. Посмотрите дальше, он говорит, 4 стих, 62-й псалом. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Слово, переведенное на русский язык как милость, означает преданность, верность, лояльность, милосердие, доброта. Данное слово является широким по своему значению. Оно описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, между людьми или между человеком и Богом. Связанным взаимным союзом или заветом, или каким-либо другим образом. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности, верности. И в зависимости от контекста это слово подчеркивает тот или другой оттенок значений. Рассматривая верой Бога, он делает вывод, твоя милость лучше даже самой жизни. Гораздо лучше самой жизни. Что для нас самое дорогое? Жизнь. Королева Англии когда-то говорила с моим врачом, продлите мою жизнь хотя бы на полгода, и я вам отдам половину моего государства. Он сказал, я не могу продлить вашу жизнь даже на пять минут. Мы готовы заплатить что угодно за продление жизни. А он говорит, милость твоя лучше, взаимоотношения, твоя доброта, твоя лояльность ко мне, твоя благодать, союз, которым я состою с тобой, она лучше даже самой жизни. Он оценивает милость выше всего, что есть на земле выше всего, что есть на земле, выше всего ценного. Вы знаете, о чем это говорит, братья и сестры? Это говорит о ценностях Давида. Наше сердце всегда будет там, где наши ценности. Ибо где сокровище ваше, там и что? Там и сердце ваше. И для него главное сокровище и главная ценность – это Бог. И он хочет каждое утро созерцать Бога, проводить время общения с Ним. Он хочет поклоняться Ему. Он хочет посвятить первое время дня Богу. Все свое внимание сосредоточить на Боге. Он хочет созерцать Его. Дальше. Он насыщается общением с Богом. Посмотрите. Как туком и елеем, насыщается душа моя. И радостным глазом восхвалят тебя уста мои, когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи. Вот голодный человек, голодный человек. Он кушает, 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 кушает. И что происходит? Вот он наелся, да? И он чувствует какое-то внутреннее удовлетворение, да? Он наелся, все. Говорят очень часто, сестрам советуют. Муж пришел с работы, сначала покорми его, да? А потом уже расспрашивают, как там дела какие-то были другие, да? Вот посмотрите. Общение с Богом – это не ресторан быстрого питания, быстрого обслуживания. Прибежал, схватил бюргер и побежал на ходу. Нет. Он сравнивает его с самой лучшей пищей. С самой лучшей пищей. В английской, кстати, так и написано. With fat and rich food. То есть всегда, когда в Писании приводится слово took, сравнивается самое лучшее. Вот самое прекрасное. Вот представьте, что может быть самое лучшее, что вы любите из пищи. И он говорит, вот это общение мое с тобою, оно удовлетворяет мою душу. Так же, когда я что-то наедаюсь, наем. И вот это чувство удовлетворения физическое. Вот точно так же и духовное. Кто-то любит мороженое, кто-то любит стейк, кто-то любит баранину, кто-то любит салатики, да? Но что-то есть любимое для вас. И вот вы поели и говорите, ну вот как классно! Вот он сравнивает это. Моя душа, она насыщается, моя душа. Я не просто вот схватил, набегу, помолился и так далее. Нет. Я созерцаю тебя, и моя душа насыщается, удовлетворяется от общения с тобою. Мы понимаем, братья и сестры, что душа, она не может насытиться пятиминутной молитвой. В 16-м псалме у него встречается подобная фраза. И такое же древнее еврейское слово. Кстати, я хотел именно проповедовать на этот стих. Он мне не давал покоя всю неделю. Псалом 16, 15. А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твое. Я буду взирать на лицо твое. Там тоже 16-й псалом очень интересный. Там враги его преследуют, несправедливо поступают. Он говорит, а я в противовес им, я буду смотреть на твое лицо, и проснувшись, буду насыщаться образом твое. Слово образ, подожие, подобие, изображение, лик. Каждый образ нашей жизни с чем-то ассоциируется. Огонь, вода, прекрасный вид природы. Мы смотрим, и это что-то говорит нам. И он говорит, я буду насыщаться твоим образом. То есть, вот это то, что будет удовлетворять мою душу. Что дает нашей душе представление или духовное видение нашего Бога? Мы понимаем, что Бог несравненный, бесподобный, что мы не можем Бога с чем-то сравнить, но у Бога могут быть какие-то образы. Мы можем понимать Его характер и сущность Бога. И насколько яснее наше представление о Боге, тем лучше. То есть, чем лучше мы знаем Бога из Библии, тем легче нам преклоняться пред Богом. Тем легче нам склоняться пред Ним. тем легче нам наклонять свое тело или же, как говорится, вести свое тело к тому, чтобы проводить это время общения с Богом. Бог насыщает тех людей, кто ищет общение с Ним. И наоборот, внутреннюю пустоту и неуверенность ощущает тот человек, кто не общается с Богом. Бог насыщает собой тех людей, которые ищут общение с Ним. И наоборот, внутреннюю пустоту, неуверенность, раздраженность ощущает тот человек, кто не общается с Богом. Проверьте свою жизнь. У вас какие-то сейчас есть проблемы, раздражительность какая-то, какая-то неуверенность в жизни. Начинайте общаться с Богом. Начинайте общаться с Богом. Это ответ на все наши проблемы. Солом 106, 8. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и алчущую душу исполнил благами». Посмотрите, какую душу Бог насыщает. Какую? Алчущую. Если мы не алчим Бога, не жаждем, Он не насытит душу, которая не жаждет общения с Ним. Наоборот, Он создаст такие условия в нашей жизни, чтобы мы Его искали. Вопияли, кричали, Господи, помоги. А где же ты был раньше? Если у человека нет времени для общения с Богом, если нет у него стремления к Богу, как он может получить те великие благословения, как он может насытиться этими благами, которые Бог приготовил для него? Для него тут написано, «Он насытил душу жаждущую и душу алчущую, исполнил благами, добром, благословением». Мудрость Божия говорит в притче 8,17. «Любящих Меня я люблю, и ищущие Меня найдут Меня». Гарантия. Ищите общение с Богом. «Любящие Меня найдут Меня. Ищите лица Моего». Помните, Давид сказал. «И я буду искать лица Твоего». Христос сказал людям во время праздника Иоанна 7,37. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Вот только Христос, Он может дать покой, удовлетворение нашей душе. Это призыв обращен к нам сегодня. Иди к Нему и пей. Насыщайся общением с Богом каждый день. Далее, пятый стих, 62-й псалмы. «Так благословлю Тебя в жизни моей». То есть, это образ Его жизни. Это поклонение является не просто, знаете, раз в неделю или раз в месяц после какой-то там конференции восторженной и так далее. Нет, это образ Его жизни. «Так благословлю Тебя в жизни моей». То есть, это не временный какой-то порыв духовности. Сегодня вспыхнул, завтра остыл. Это ежедневное общение с Богом. И как результат, радость – результат общения с Богом. Радость – это результат общения с Богом. Как результат этих взаимоотношений. Это шестой пункт в нашем рассуждении. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, ибо помощь моя, ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь». Насыщение от общения с Богом приносит радость в его душе. Он хочет также петь Богу, прославлять Его. Чем больше мы общаемся с Богом, тем меньше разочарований, тем меньше недовольства будет нашей жизни. Вот просто проверьте себя. У вас есть какое-то недовольство, раздражение на мужа, на жену, на детей, на работу, на служителей, на братьев и сестер в церкви, на начальников, на губернатора, на президента, на полицейского. Проверьте просто. То есть, если мы общаемся с Богом, вот сейчас нету Саши здесь, да, он с детьми там, я могу сказать, это счастливый человек, он с нами живет. Всегда удивляюсь. Удивляюсь радости, которая исходит от него. Почему? Он любит Бога. Он общается с Ним. У него есть тысячи причин быть недовольным в своей жизни. Тысячи причин. Он три раза был при смерти. О его жизни можно написать книгу. Он радуется в Боге. Ликует в Боге. Проблемы какие-то проходят. Так слава Богу! Слава Богу! Бог решит эти проблемы. Радость – это результат общения с Богом. Насыщение от общения с Богом, они приносят радость. И он хочет петь Богу, он хочет прославлять Его. Он говорит, радостным глазом восхвалят тебя, устамые. В тени крыл твоих я возрадуюсь. Отсутствие радости в жизни христиан, современных христиан, и наличие недовольства, говорит о том, что мы мало проводим время в общении с Богом. Аминь, братья и сестры. 104-й псалом, 3-й стих. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ваше, сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Ищите всегда Его лицы. Вот чьё сердце веселится, братья и сестры? Чьё сердце веселится? Прочитайте ответ. Ищущих Бога. Сердце ищущих Бога веселится. Ищите Бога каждый день. Сердце будет радостное. То есть веселье и радость – это результат нашего богоискания. Они понимают, Бог наш Отец, Небесный Отец, Защитник. Да что может быть ещё лучше? Спаситель. Они хвалятся Его святым именем. Ведь для этого Он нас создал. Он создал для того, чтобы мы искали, общались. Он спас нас. Деяние апостола, 17 глава, 26 стих. От одной крови. Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Не найдут ли Его, не ощутят ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Братья и сёстры, Бог недалеко от каждого из нас. Более того, мы верующие можем сказать, Он в нас живёт Духом Святым. Только мы забываем об этом и не ищем Бога. Общение с Богом, пункт номер 7, это залог безопасности. Давид говорит, ибо ты помощь моя, в тени крыл твоих я возрадуюсь. В тени крыл твоих я возрадуюсь. Это защита, безопасность. Это пункт номер 7. Общение с Богом – залог безопасности. Давид радуется, веря, что Бог его защищает. Помните, у него трудные обстоятельства жизни, а он радуется. Почему? Крылья Бога, он образно сравнивает его, быть может, с орлом, который закрывает своих беспомощных птенцов. Он говорит, они закроют меня от бедствия, от нападок врага. В 4-м Псалме 9-й стих он говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даёшь мне жить в безопасности». Скажите, у вас есть страхи? Сёстры, боитесь спать в одиночестве? Он спит спокойно. Почему? Его надежда не в прочных замках, не в современном оружии, в Боге. Только один Бог может обеспечить полную безопасность для человека. Его размышления о Боге происходят не только утром, но и ночью даже. И просыпаясь рано утром, он также продолжает размышлять о Боге. Посмотрите, 7-й стих. «Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, я думаю и ночью, я тоже думаю, размышляю о тебе». Псалом 138-й, 17-й стих. «Как возвышены для меня помышления твои, Божие! Как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка! Когда я пробуждаюсь, я всё ещё с тобою! Не будем забывать, Давид не пишет этот псалом в простарных палатах где-то, во дворце. Он в реальной опасности, он убегает от Авесолома. Он находится в пустыне, если даже и от Саула. Какая разница? Ещё хуже. Враги преследуют, они ищут способа погубить его. Но в Боге он находит покой. Он говорит 9-й стих. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя, она поддерживает меня». Вот это слово «прилепляться», еврейское слово «дабак» означает приклеиваться, присоединяться, склеиваться, слепаться. Это то же самое слово, которое используется Богом в отношении установления института брака. Во 2 главе 24 стих «Бытие». «Потому оставит человек отца свой, мать свою и прилепится к жене своей, будут одна плоть». Он прилепился, моя душа к тебе прилепилась. Я очень близок с тобой, невозможно разорвать. Как два листка бумаги клеем склеить, попробуйте их потом разорвать. Разделить. Они только будут разрываться. В близких отношениях с Богом залог безопасности человека. Он прилеплён к Богу. Он понимает, что Бог не бросит его на произвол судьбы. Он ему принадлежит. Он верит в победу. Он знает, что Бог его защитит. Посмотрите, 10 стих. «А те, которые ищут погибели души моей, сойдут к преисподнюю земли, сразят их силу и меча. Достанутся они в добычу лисицам». Он скрывается от тех, которые преследуют. Это небеззаботное время в его жизни. Но он верит, что Бог поразит его врагов. Почему? Он с Богом. Бог его друг. И мы знаем, что так и случилось. Более сильное, более вооружённое войско Весолома, которые к тому времени все взяли себе мулов для того, чтобы как бы грозная такая была армия, не просто пешие. И они с огромным количеством, они вступили в борьбу с войсками Давида. Ну, Бог, я всегда говорю, имеет чувство юмора. Война, вернее, поле битвы случилось так, что оно получилось именно в лесу, и написано, что лес погубил в тот день больше. Помните, написано? То есть, Бог так сделал. Вот это преимущество Он обратил, наоборот, в уязвимость этого. Почему? Бог на стороне Давида. Он говорит, тебе прилепилась душа моя, а десница твоя, правая рука твоя поддерживает меня. Кто может противостоять правой руке Бога? Никто. И те, которые ищут погибель душем, и они сойдут преисподнюю земли. И вопреки логике и стратегии военной, войска весолома потерпели полное поражение. И противовес переживаниям он возвеселится о Боге. Источником его безопасности и радости последний стих. Царь же возвеселится о Боге. «Восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Я думаю, на этом я остановлюсь. У меня есть еще вторая часть Библии как средство общения с Богом. Уже достаточно, потому что я час почти проповедую. Что сегодня мы усвоили, братья и сестры? Мы сегодня усвоили о том, что нам важно каждый день, что делать? Общаться с Богом. Это не просто польза, братья и сестры. Это необходимость нашей души. Если мы не будем общаться с Богом, мы не будем иметь благословения в нашей духовной жизни. Никто нам не поможет, братья и сестры, никто не поможет. Ни Билигрейм не поможет, никакие богословы, никто не поможет. Если мы не будем общаться с Богом каждый день на коленочках, утречком, понимать, что Бог является источником нашей жизни, нашей благословенной, плодоносной жизни. Аминь. Давайте помолимся. Поблагодарим Бога, а может быть и покаемся. Давайте помолимся.